Я с удовольствием представляю слово Антоновой Ирине Ирине Аниновне из сотрудницы Института физики и проводников название «Электронные доклады. Электронные свойства и перспективы использования слоёв ТОР-графена с квантовыми точками графена». Пожалуйста, Ирина. Спасибо за представление. Квантовые точки графена в настоящее время, как правило, получаются с использованием каких-то методов структурирования. Это могут быть подходы, связанные с нано-литографией, когда либо делают какую-то... Обычно пытаются достаточно мелкие волки, поэтому, допустим, литографии с использованием маски из химически созданной маски различных полимеров. Либо это случай, когда создаётся транзисторная структура, в которой встроена одна квантовая точка, изучается свойства при низких температурах. Есть такие подходы, когда идёт химическое измельчение, это процессы типа окисления на дефектов, но, как уже показывали, разрезание трубок графеновых. И аналогичные процессы идут при обработках в различных кислотах. Значит, таким образом, также удается получать достаточно мелкие квантовые точки. Но на самом деле, когда начинают исследовать свойства таких квантовых точек, оказывается, что то, что видят люди, определяется состоянием основных границ, то есть функционализации этих квантовых точек, наличием дефектов и так далее. И с этой точки зрения гораздо перспективнее слои, где у нас есть квантовые точки, вписанные в диэлектрическую матрицу. По крайней мере, такие слои с полупровняковыми квантовыми точками в диэлектрических слоях демонстрируют самые стабильные свойства и, как правило, пытаются использовать именно такие системы. Вот с этой точки зрения способов получения таких квантовых точек в настоящее время пока не существует. Можно упомянуть теоретическую работу, где рассчитывали свойства квантовых точек графена в матрице фторографена. Как хорошо, если мы делаем такую структуру, все края у нас уже функционализированы, свойства должны быть стабильные и система может быть перспективной. Так вот, мы хотим рассказать как раз о такой системе. Квантовые точки графена в матрице фторографена. Ну, здесь содержание. Сейчас сначала расскажу о методе формирования квантовых точек, несколько слов о их структурных свойствах, размере, плотности точек. Дальше рассмотрим в основном электрические свойства и некоторые перспективы использования. Что касается перспектив, конечно, я буду рассказывать, скажем так, принципиальные возможности использования в качестве исходного материала. Мы брали CVD ворощенный графен или графен, полученный электростатическим расщеплением. Ну вот, обычно этот метод не упоминают. Это, скажем так, тот же скотч, но делается с помощью электрического поля. Отщепляются так же небольшие кусочки, как скотчем, но в отличие от скотча мы получаем чистые, химически неиспорченные образцы. Фторирование. В качестве метода фторирования мы использовали обработку в водном растворе плавниковой кислоты. Это, в общем-то, стандартная операция, которая широко используется для кремниевой микроэлектроники. И оказалось, что если мы берем тонкие слои, толщину нескольких нанометров, то вот такая простая обработка может привести к фторированию. Обычно вот в этом месте, скажем так, химики говорят, не может быть, что графен или графит не взаимодействует с плавниковой кислотой, и никакого фторирования быть не может. Но, тем не менее, у меня вот нет времени подробно на этом ассенсе, я просто, скажем так, вкратце упомяну некоторые аргументы, которые у нас есть по поводу того, что фторирование, если мы берем тонкие слои, все-таки идет. Значит, первый у нас был, скажем так, отправная точка, после чего мы начали думать, что же происходит в наших системах при такой обработке. Это вот такой скачок сопротивления. То есть, когда мы обрабатываем, значит, в случае графены, это, как правило, одной минуты обработки достаточно, чтобы сопротивление увеличивалось. Ну, скажем так, чтобы пленки стали из-за... Попытались понять, можем вернуть обратно наш материал в проводящее состояние. И температура, естественно, должна быть разной, в зависимости от того, что там с ним случилось. Конечно, можем. Но температура восстановления оказалась достаточно большой, 450 градусов. То есть, то, что характерно для фторографена, с энергией активации отжига 2 электронвольта, что также известно для фторографена. Ну, у нас уже появились, скажем так, первые аргументы, говорить о фторировании. Ну, а дальше мы смотрели, будем определяли диэлектрическую константу слоев таких фторированных. Увидели, что это 1 и 2, вернее, как положено для фторографена. Мы смотрели спектры комбинационного рассеяния, увидели затухание пиков всех по мере увеличения времени обработки. Смотрели, РФС, видели, что у нас появляется пик фтора и около углерода дополнительные пики, связанные опять же с фторированием и так далее. Поэтому я этот вопрос больше практически не буду трогать, а мы пойдем дальше. И будем смотреть, значит, что же у нас формируется при такой обработке. Единственное, я хотела два слова сказать по поводу РФС. То есть у нас не формируется, как часто, когда обрабатывают в газах, там комплексы, когда фтора достаточно много. У нас только присутствуют ЦФ, ЦФ2, ЦФ, ну и, собственно, пик фтора. Никаких других нет. И теперь, что же у нас происходит? Первое, кроме скачка сопротивления, у нас появляются гофрированные поверхности. Масштаб таких гофрировок 100-150 нанометров, а в высоту до 10 нанометров. Ну, более типичное значение может быть 6 нанометров. И, как вы видите, вот все обработанные пленки полностью покрыты этими гофрировками. Если присмотреться к этому процессу, скажем так, где он начинается, так как мы использовали поликристаллические слои, то начиналось все это на границах заменов. Как только начиналась такая обработка, вот это данные сканирующие электронной микроскопии, значит, скажем так, улучшалась визуализация границ заменов за счет того, что на границах уже начинали формироваться вот эти вот гофрировочки. Вот это результаты атомно-силового микроскопа, ну, в какой-то там промежуточный, когда у нас еще, скажем так, небольшая степень фторирования. То есть мы предполагали, что если, да, если мы используем мультиграфет, я вам показывала, что сопротивление, скачок сопротивления также наблюдается, и мы связывались с тем, что фтор проникает через, ну, или весь раствор проникает через границы доменов, ну, и дальше идет фторирование в той или иной степени. То есть чем глубже, тем, естественно, меньше. Теперь более подробно рассмотрим морфологию поверхности, поскольку это позволяет нам оценить... Да, оказалось, что сразу после скачка сопротивления у нас как раз формируется система с квантовыми точками. Значит, вот еще раз изображение АФМ, полученное, значит, на фторированной поверхности, но если записать прямо этот же кусочек в латеральных силах, то мы видим, что, скажем так, фторированные области, они в данном случае более светлые, выглядят гораздо лучше, поскольку здесь трудно сказать, что за систему мы получили. Здесь четко видно, что у нас есть фторированные области, они соответствуют максимальному изгибу гофрировок, и, скажем, те области графена, которые не прошли фторирование, они лежат как бы на дне гофрированных областей. Если мы увеличиваем времени обработки, у нас уменьшаются размеры, скажем так, областей графена, оставшихся после фторирования, и увеличиваются перегородки между ними, то есть фторированные области. Из картинок такого типа можно оценить характерные размеры квантовых точек, но я их сразу начну называть квантными точками, несмотря на то, что свойства еще не рассказывала, поскольку мы реально увидели уровни размерного квантования в дальнейшем, ну и сразу буду использовать эти термины. Так, и плотность вот таких, то есть мы получаем плотные массивы квантовых точек, концентрации меняются в диапазоне 10-9, ну около 10-11. И, то есть, меняя условия фторирования, ну зажаты в некоторых рамках, но тем не менее можем увеличивать фторированную часть, уменьшать размеры квантовых точек, либо изучать квантные точки с минимальными, скажем так, перегородками, фторированными между этими точками. Ну, теперь переходим к электрическим свойствам. Значит, я вам уже показывала, что наблюдается скачок сопротивлений, но если мы еще увеличим напряжение, приложенное к образцу, проводимость слоев можно все-таки восстановить. И вот вы видите здесь, что появляется проводимость, мы наблюдаем большой гистерезис. Ну, это типичная ситуация, когда мы имеем диалектические слои с квантовыми точками. Ну, по крайней мере, для полупроводниковых систем, ну, типичная картинка. Теперь, если мы строим ток насыщения в зависимости от обратной температуры, ну, стандартный способ определения барьеров в системе, барьеров для протекания тока. Мы получаем не одно значение, как обычно, когда вот до всех пытаются определить запрещенную зону в какой-то системе, мы получаем вот в данном случае два значения. И, значит, так как эти барьеры относятся, скорее всего, к системе между графеновой квантовой точкой и фторографеном, значит, мы трактуем, что вот эти просто два разных уровня размерного квантования, значит, и носительность этих уровней преодолевают у нас барьер на границе с фторографеном. Значит, если на таких структурах измерять транзисторные характеристики, это ток, сток и сток напряжения на затворе, мы видим, что ток хорошо управляется напряжением на затворе, также и значительный гестерезис, то есть у нас, скажем так, значительный полевой эффект на пленках с квантовыми точками наблюдается. Дальше. Дальше мы попробовали разобраться с этой системой используя метод зарядовой спектроскопии. Значит, метод вообще основан на чем? Что создаются условия для захвата заряда на квантовые точки, а потом смотрится процесс выброса. Для полуправниковых квантовых точек это один из основных методов, с помощью которых можно увидеть систему уровней в квантовых точках. Ну и действительно, применив эту методику к нашей системе, скажем так, это были образцы сразу после скачка сопротивления, тогда, когда у нас относительно тонкие фторированные области между квантовыми точками. Значит, мы увидели пики при ДЛТС-измерениях, и для графена и биграфена мы получили достаточно близкую систему из трех уровней, вот здесь вы можете видеть, и в случае использования более толстых слоев, у нас была толщина до трех нанометров, энергии несколько увеличивались. Так, теперь, исходя из положения ДЛТС-пика на спектрах, можно извлечь такой параметр, как характерное время релаксации неравновесного заряда дохваченного и дохваченного излучения. Вот здесь приведена зависимость, температурная зависимость этого времени для структур, сделанных из монослоя, то есть графена, биграфена и вот более толстые слои. И оказалось, что вот это характерное время на порядке меняется, вот здесь вот четыре порядка разницы по временам релаксации заряда. Вот для полуправниковых квантовых точек на самом деле нет способа как можно значительно изменить время выброса наносителей с квантовых точек. Здесь это наблюдается. Мы предположили, что это связано с тем, что, ну естественно, что степень фторирования уменьшается в глубину, и соответственно у нас меняются параметры барьеров, то есть высота, ширина и на более толстых слоях этот процесс идет эффективнее. Значит, пытаясь описать вот эту систему, была предложена формула, и что оказалось самое интересное, что вот эта часть уравнения, которая описывает зависимость от толщины, здесь параметры оказался равен 0,35, то есть реально это экспансиональное время спадает с увеличением количества малослоев. Далее, оказалось, что еще один чувствительный ну или важный момент, если мы используем хотя бы просто даже подсветку дневным светом, время также эффективно падает. То есть у нас есть способы влиять на время перезарядки квантовых точек. Далее, мы попробовали, ну кроме вот этой структуры, для которой характерное соотношение размера квантовых точек ширина второго графена было 70-30, мы взяли более сильно вторированную структуру с маленькими квантовыми точками. Оказалось, что и на этих структурах возможно наблюдать перезарядки, но в данном случае уровни очень мелкие, а зависимости от света уже нет. И это позволяет утверждать, что для мелких квантовых точек мы в основном, скажем так, мы не можем выделить вот этот процесс выхода носителей с уровня размеров плотований, зато хорошо видим миграцию носителей внутри вторированных барьеров. И теперь о приложениях. У меня осталось совсем мало времени, поэтому придется кратко идти. Значит, первое. Хорошо известна проблема, что если из графена пытаются сделать транзистор, невозможно управлять током, поскольку обычно от напряжения на дозор ток меняется в несколько раз. Это привело к тому, что пытались создавать вертикальные структуры, что вот только на них можно реализовать управление. но там опять возникают проблемы. Короче, в работе, теоретической работе было показано, что эту проблему можно решить, если вводить или нанотрещину, или нанометровых размеров слой нитридобора, ну или какой-то другой барьер, но очень тонкий. Это вообще проблематично с технологической точки зрения. Но зато прекрасно реализуется, если мы начинаем осуществлять слабую степень фторирования, когда у нас еще есть проводимость, но уже сформировались мультибарьеры, у нас в этом случае можно обеспечить перепад атаков по управлению 10 в 3, 10 в 5, ну в зависимости от конкретных условий. Следующее. Вот этот эффект, который пока как и среди, в принципе, это можно осматривать как непонятный порогово-резистивный эффект. Он достаточно стабильный, при отрицательном напряжении там гистереза не наблюдается при больших временах обработки, только при относительно низких степенях фторирования. И в принципе это показывает принципиальную возможность использования для мембристеров. Кстати, вот у нас будет в четверг доклад, там будет более подробно на пленках созданных из суспензии. И еще хотела последний результат перед выводом показать. Скажем так, совсем свежий, где с интерпретацией еще плохо, но мне очень нравятся эти результаты. Первое, если мы будем делать пленки из фторированной суспензии, у нас получается что-то типа системы квантовых точек. Вот здесь это изображение морфологии поверхности, а здесь токовые карты. То есть видно, что у нас формируются области, где достаточно большие токи возникают. Причем такие квантовые точки, в отличие от выращенных слоев, они случайным образом по вертикали расположены, пленки относительно толстые, то есть там несколько нанометров, и скажем так эти системы отличаются от предыдущих. И вот последний слайд мы на этих плюнтах увидели во-первых переходы между различными состояниями области, когда мы наблюдаем отрицательное дифференциальное сопротивление, что обычная основа для применения. Мы даже видели изменение направления протекания токов в таких системах с квантовыми точками. Так что есть надежда, что дальнейшие исследования помогут нам найти возможное применение наших квантовых точек. Ну и заключение. Предложен относительно простой способ формирования с тем, и мы надеемся, что это очень перспективно будет. Спасибо.